вы можете сделать погрешник это погрешник бывает жизни неудачно мышлит вам надо остановиться когда вы понимаете что вы делать ошибку и исправить эту точку не мучиться ближайшие 5-7 лет 10 лет доводить двое детей троих детей потом непонятно как это было возьмите остановитесь возьмите наконечник без воды и убирайте погрешник после этого когда вы уже сделали ту ориентир который идет правильно вы берете адгезив четвертого поколения 2 бутылка покрываете кисточкой колонковой смоченной энергетики убираете все эти клиники полимеризуете и получается вас новый кислородный гидроинуслов и работаете дальше так работать можно со слайки слайки меня вся клиника так работает и по большому счету нет никакой проблемы дело в том что полимеризация композита это играем на третьем уровне химии процесса может вы слышали скитовой протокол на хобби сединовая блокада позонов алексей аликович у меня три-четыре раза семинар дел вот мы тоже подсели на этот протокол когда я сам начинал процессе кондиционных материалов а вот то есть на самом деле но оказалось что это не столь важно а вот такой протокол за промоутер аркези вот смотрите двух словах буквально скажу потому что целая тема такая нужно рассказывать что сколько логин и волокна коллапс коллаген и волокна волокна но тут случается я попростому скажу полимеризация скопу вы не полимеризовали полимеризуется на 10 процентов это сырой композит и у него во время полимеризационной лампы когда вы запускаете у вас запускается цепь которая окончательно полимеризуется через 24 часа поэтому процессе реставрации вы всегда можете остановиться убрать погрешность сделать новый кислородный дырный слой и работает дальше а вот на следующий день через 24 часа так уже делать минута первый же день вы можете сделать реставрацию не попали цвет заново все смесли еще раз прошли и силам делать примерно гиперн слой и по новой части перестроить и все будет это держаться хорошая бить а на следующий день это делать нельзя потому что окончательно организациями поэтому то что у нас есть но мощные лампы валюта то есть которые там проницают то что у нас есть лампы мягкого станта то что нам нужно делать направленную коммеризацию это все маркетинговый ход полимеризация идет всегда к центру и полимеризация идет исключительно на 10 процентов дальше полимеризация идет 24 часа в сутки и поэтому светить никогда 20 секунд не надо особенно если вы светите это исключительно на первых этапах на последнем этапе светите 20 секунд а на первом этапе есть вас глубокий кариес и вас пульпа рядом вы никогда не должны светить больше пяти секунд иначе вы делаете травматический пункт иначе вы делаете ожог пульпы но если вам нужно 10 секунд делайте три раза по три секунды три секунды остановились три секунды установить и в суммированный вы получите 10 секунд если вы просто прожигаете пульпы у вас будет драматический пункт и понятно вот в этот момент после того когда и переставаться ой доктор нас это больно кусать на это уже как бывает немножко беспокоили зуб принципе проекта того странотический пульпы вашу хронический станет поэтому вы сделали ожог поэтому в этой ситуации мы должны всегда понимать что композит никогда не засвечивается даже если вы часы вас видеть он засвечивается на какую-то определенную стадию фазу поэтому с учетом этого всего я придумал методику когда на самом-то деле мы играем погрешно сейчас вы это увидите если я что-то сделал неправильно я стараюсь никогда не делай то что мне не нравится например вот все мои клиники да это мой дизайн архитектор и у меня там бойни были со строителями но у меня там везде там если придете вот там не в маску вы видите там вот здесь все уберем кафель мрамор петербурге стеклянные двери стеклянные то есть это вот то что мне должно равно это же он получит как потому что у меня на визитка написано смысл жизни наслаждение я ничего не делаю если не получаю удовольствие вот я с вами могу работать сегодня в сутки потому что вы мне нравится ну что я вижу некоторые глаза очень интересные вопросы очень интересные глаза которые зажигаются и для меня это важно не стимулирует а вот если я не увидел группу которые интерес проявляет я бы закончил семинар полчаса еще назад его бы рассказал бы 10 процентов того что могу рассказать но это мне очень важно потому что я не работаю сейчас я живу с вами понимаете это моя жизнь поэтому постарайтесь пожалуйста в жизни понять что смысл жизни наслаждение все что вы делаете должно кайф если это приносит удовольствие вы будете вы не будете жить вы будете вы не будете работать вы будете жить и вы будете работать любимой профессии вы будете жить любимым человеком вы будете носить любимые вещи удобные для вас вещи понимаете это очень важно смысл жизни наслаждение это философия эпикура древнегреческий философ эпикур утверждал что все что делается должно приносить радость жизнь очень короткая для того чтобы кому-то терпеть даже если вы строитесь в ту клинику которую ненавидите вам вообще в этом плане реально так выставляет негатива должна понимать зачем туда пошли вам дают возможность освоить микроскоп вам дают куратора который поможет вам устроить эндодонсию вы в этой ситуации растет а дальше вы терите немножко пациенту вы в этой ситуации даете себе банки завтра вы сделаете здесь что себя аренду кабинета сделать вы в этом плане набираете какой-то момент вы делаете все равно свое дело понимаете а дальше вы знаете что завтра будет следующий ход после на то будет следующий ход неудачно вышла замуж второй раз будет очень хорошо а вот но ты уже с опытом будешь понимать кому надо иначе там все равно придется где-то на стороне морковку никакого ребенка потому что все равно от себя не уйдет поэтому вы имеете право взять композит только берите то есть по материал от визит только не берите пятое поколение есть 3 модуль у меня где рассказывают химию процесс как я рассказываю как можно приклеить композит композитом как можно приклеить педальному зубу или витальному зубу без препарирования то есть это вот как раз он химия всех процессов вот у вас разбирается визит четвертого поколения 5 6 7 8 и это все бизнес это все маркетинг дайте всегда есть золотой стандарт четвертое поколение все реставраторы в мире такие самые глобальные активные работают на из его в четвертого поколения отдельно праймер отдельно вот это две бутылки я работаю ты был дышей да там есть и другие четвертое поколение 5 поколение это все вода бутылки сама по траву не существует вы помните нам говорили вот материалы самопортравлющие там это седьмое поколение которое в этом плане на чупа-чупсы все отваливалось не сначала сказали не травить а потом прикольно знаете наверно ремаль травить да а сколько уже у нас проблем был но никто из пациентов на производителя сутку фанат а только со стоматологами большие большие то есть это бизнес это новая технология а вот у нас есть там и потравы и они будут псевдопродукт выпускать для того чтобы захватить рынок понимать поэтому знаете есть четвертое поколение и шестое поколение это золотой стандарт когда вы работаете все страны и поэтому адгезивом мы можем проходить а вот на следующий день вы уже не можете композит композиту приклеить потому что стадии полимеризации уже окончательные мы должны приклеиваться только через пескоструй 50 микрон и силан и только тогда и композит композиту приклею вот этот такая химия процесс спит от смотрите вот сейчас вы увидите все 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 что я показывал до сих пор вот я после этого пойду сразу на боковую группу зубов хотя я уже восполнить самым считаем пока вы надо запомнить давайте еще вас быстренько итак смотрите первое первое наружное композит это восстановление шнурных стен можно это делать через силикон как я показывал но можно делать в атаке исключительно методом приклейки то есть когда вы сделаете первый слой я из композита могу сантиметр вытащить и ничего не оторвется следующий момент смотрите без матрицы работаю перед каждой полимеризации я прохожу два флота где-то целое не мало а теперь смотрите видите у меня есть погрешность видите что это вот этот момент которыми я говорю я беру гор без воды только да что влаги не было и убираю погрешности наружного контура мне нужно быть идеальная первый этап после этого я беру пришли повал вытянуть вчера сложно я взял просто-напросто колонковой кисточку смоченную адгезивом убрал пылинки запровизовал поехал дальше вот так работать можно и нужно потому что всегда на каждом этапе у вас есть что погрешность а погрешность это что это дезориентир для следующего этапа что-то в жизни села не так и в тем понеслось как снежный ком проблемам за проблемы проблемы за проблем реши эту проблему и оттолкнись от чистого листа знаете если ступенька будет кривая вы можете упасть вы не подниметесь наверх сделать сначала ровную стеночку а потом ты пойдешь на следующий этап дальше идет вот здесь смотрите на этом этапе вы должны очень четко понимать что вы должны дойти вот вы должны быстрее то есть первое на общее силуэт это общее силуэт коронки это наружный контур дальше этот же наружный контур на максимальной поверхности идет исключительно то этой линии если вы чуть-чуть больше выставили у вас коронка стране шли если меньше контакт будет то есть вы должны четко понимать по этой схеме что это наружный контур вот эта форма которая здесь существует дальше пошли дальше вы выстраиваете идеальная сторона дистаймер если вы опять-таки перебрали лица я беру через матрицу и убираю слишком поэтому саму матрица вот это я рекомендую гердоровская матрица как резина этого специально для передней группы зубов ведь она такая с хвостиком какая совочек очень аккуратно выстраивается в боковой группы зубов и принципе ну ничего другого не нужно например никакая целоидная полоска не выдерживает момент прижимаете контакт сразу к рядом стоящим зубам дальше выкладываете дентино яблок в это вопрос уже цвета и оптики здесь система на нейлонов вот это это прозрачная краска это называется усилитель прозрачности вот либо вы делаете вот из-за стола это красками либо вот это вы видите вот это это объем а вот и стала делать холодный цвет а этот более теплым заполнен и дальше мы начинаем формировать вторичного наклона идеальный здесь данной ситуации у нас выстраиваются уже не что иное как внутреннюю конкурс внутреннюю конкурс смотрите перед полимеризацией прохожу к носу а если я подклеюсь я делаю изолические полоски с пилочкой такой сейчас покажу дальше мы пойдем на дистанцию и вот здесь у нас что треугольник телесе вот равносторонний треугольник здесь также треугольник вот целом и полоска перед полимеризацией и засветили и дальше смотрите дальше я возьму одну порцию вот так контактно вытягивается видите целом и полоски делается а дальше смотрите одна порция поскольку у меня уже лёдра жесткости есть внутренний конкурс я натягиваю вот то есть на первом этапе я пытаюсь смоделировать вот вот это это делается методом нанесения но всегда есть погрешность определенные после этого мы берем графитный карандаш после окончательной полимеризации да и на рядом стоящем зубе сначала рисую вот эти линии которые мне нужны внутренний контур все понятно что и вот здесь вот симметрично я начинаю устраивать уже на и вот здесь уже опять эти плоскости устраиваются уже пикообразным гором и пламевидным гором пламя идет пришественной зоне дальше мы идем уже полгостябленность карандаш для меня это тот самый предохранитель который не дает мне ошибиться на каждом этапе я влажный скотовой салфетчика убираю и по новой все это рисую графит никак не повредит эстетике вашего композита хорошо убирать я вижу тихонечко снимаете но на инстаграме у меня есть у меня есть эти ролики где я разбиваю каждый этап и очень подробно его описываю поэтому подписывайтесь антон меченкин . ру ставьте лайки как говорят вот вы все эти клинические моменты и все боковые поверхности бойцы вычищены как делается перикимату смотрите вот делается вот так вот елочка и делается вертикальное движение просто у меня тоже там на семинарах все тихонечко снимает я решил все это выставить полировки вот это вот как бы не целью фирма церковь а вот здесь смотрите вот это вот у нас получается что обратите внимание на все эти грани ведь как бликует внутреннику вот здесь вот мы должны этом плане как раз это все все